Добрый день дорогие друзья! Позвольте представить вам достаточно интересный на наш взгляд и в чем-то даже интимный ролик о размножении синеязыких цинков. В нашей лаборатории, лаборатории Бионтерариум центра, содержится достаточно большое поголовье на протяжении уже более чем 20 лет, которое насчитывает около 150 голов. Сегодня речь пойдет о рождении восточного синеязыкового цинка теликва цинкоидес цинкоидес, номинального подвида, который, как мы знаем, населяет засушливые пустынные регионы вдоль восточного побережья Австралии. В нашей лаборатории содержится как wild type теликва цинкоидес, так и цветные вариации этого вида. У нас есть несколько гетерозиготных особей в группе размножения и несколько меланистов. Беременность синеязыких цинков, как правило, длится 3-4 месяца. Это зависит от температурных условий, от количества малышей и от ряда других факторов. Друзья, давайте понаблюдаем за этим интимным процессом. Вот перед нами черная самка, самка меланист. Папа у этих детей гетерозиготный, поэтому в помете есть и черные малыши и гетерозиготные малыши. Вот сейчас мы видим, рождается такое вот милое создание. Уже видно полосатый хвост, значит, это гетерозиготная особь. Эти цинки являются яйцеживородящими. Это значит, что в материнской утробе они развиваются в яйцевых оболочках. При этом нужно понимать, что никакой связи между организмом матери и развивающимися эмбрионами нет. В момент родов, продвигаясь по родовым путям матери, малыш прорывает яйцевые оболочки. Либо же это происходит сразу после рождения. Сразу же, немедленно после рождения, малыш рефлекторно поедает свой послед. Это очень важно для первых дней жизни новорожденного, потому что таким образом он получает питательные вещества, которые увеличивают шансы выживания в нашей прекрасной, но в то же время кровожадной природе. Интересно, что иногда малыши даже соперничают между собой за остатки желтка. Незадолго до родов, за несколько дней, самки начинают вести себя беспокойно. Я думаю, это связано с тем, что в природе они перемещаются в место, где, на их взгляд, безопасно рожать малышей. Кроме того, у них блокируется пищедобывательное поведение. Следующий малыш, пока еще в яйцевых оболочках. Удивительное зрелище. Вот оболочка прорвана. И посмотрите, малыш уже рефлекторно что-то пытается языком распробовать, что-то съесть. Похоже, что этот малыш полностью черный. После родов самка защищает свое потомство. Прежде чем обустроить малышей в индивидуальные боксы, в индивидуальные террариумы, мы их измеряем и взвешиваем. Вес малышей лежит в пределах 12-15 грамм. Размер в пределах 15 см. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!